Уже традиционно в школе номер 19 проходит научно-практическая конференция среди учащихся. Торжественное открытие конференции прошло в актовом зале школы. Далее участники мероприятия продолжили работу в восьми тематических секциях. Наша задача, чтобы дети у нас увлекали в исследовательские разработки, чтобы в науку, потому что дети у нас должны расти таким образом, чтобы были более обширные, более развитые, более углубленные в свои мероприятия. Хотим разнообразить их, именно учебную жизнь, потому что все-таки учеба учебой, школьные предметы это свое, а исследовательские разработки это первый этап их внедрения в науку. Юные исследователи представили 65 проектов на разные темы. Среди них лингвистика, история, спорт, культура, социальная сфера. Большое внимание участники конференции уделили теме патриотического воспитания. Я выбрала работу по теме Великая Отечественная война, потому что это память о нашей Родине, и мы должны всегда ее помнить. Все представленные проекты вызвали неподдельный интерес своими необычными темами. Ученик пятого класса Кирилл Амиров в своей исследовательской работе раскрыл тему про Олимпийские игры. Юный исследователь очень много нового и полезного узнал и для себя. Мне просто было интересно, когда я выбирал, как зарождались Олимпийские игры и где они проходили. Благодаря этой конференции я много узнал игр, которые играли мои бабушки, дедушки. Узнал также, что когда человек выиграл в Олимпийских играх, ему давали бесплатно этот жетон в театр, любые театры. Научно-исследовательские проекты, представленные учащимися, были актуальны и креативны. Качество исследовательских трудов оценивали жюри. Как отметили организаторы, подобные мероприятия нужны в первую очередь самим детям. Подготовка шла на протяжении полгода. То есть в сентябре мы написали объявление, начали работать с детьми. Но основная работа, конечно, последние два месяца шла. При оценивании работы жюри, прежде всего, обращает внимание, конечно, это на актуальность работы, на содержание работы, на творческий подход детей, на их самостоятельность в поиске материала, также на качество защиты. Все участники конференции получат грамоты и дипломы, ну а самые лучшие работы будут направлены на городские и республиканские конференции. Лилия Шиньязова, Радмир Загидуллин, телекомпания «Слават». Продолжение следует...